канал ронен айнс представляет только для вас и только из испании на берегу средиземного моря смотрите ну что добрый день подписчики зрители сегодня я поднимусь на гору в обычной испанской деревне и мы вместе посмотрим как живут испанцы на самом деле они в своих отелях перед вами то что обычно видят туристы то что им показывают на побережье ну сейчас посмотрим что мы видим на горе и так поднимаемся ну что ж как ему вещам мы отходим от прибрежной зоны идем в испанскую реальность посмотрим как живут испанцы на самом деле также все прекрасно как и на побережье вот поднимаемся на горочку да где парковка торгового центра небольшой центр и сюда ходят местные ну естественно туристы с пляжа чтобы купить какие-то напитки подешевле так вот первое что замечая пешеходный переход здесь как-то не предусмотрен впереди виднеется мостик по которому вероятно можно перейти но идти до него пожаре в 30 градусов с лишним как-то далековато и каждые 200 метров обходится дорого выходит тут же потом перебегаем все делать нарушаем так нарушили перебежали вот первая достопримечательность пальмочка жилые дома я стою на велосипедной дорожке ну по ней по крайней мере никто не едет что ж идем в горку итак что ж мы тут видим стена это древняя стена и ложили вятичи а материалом подвозили древние римляне вот такая вот испанская земелька на самом деле гляньте одни скалы песок и на нем растут деревья тут просто напросто прорубили грунт и поставили сюда вот этот дом вот такой вот оригинальная чисто испанское решение канализации этот туннель и под городами там типа бывший станции метро превратили станции канализации от испании такая вот обычная труба максимум на 60 сантиметров диаметром и уходит в колодец источник если мы посмотрим что здесь делают для укрепления стенок чтобы земля не осыпалась просто закладывают камнями и получается вот такой симпатичный проход выход к домикам вот туда нам наверх до машины едет если среди вас есть архитекторы вы можете прикинуть сколько обошлось вот такого строительства дома на склоне горы вот эти все домики стоят под скат что идем выше ну тут кто-то организовал себе небольшой музей с орлами кого орлы кого ослик ну что я оказался как бы у камня с тремя направлениями три дороги нужно пойти туда посмотреть но моя цель вон тот дом на самой вершине вот и кстати улица называется закоулок эверест пошли на эверест покорять ну даже тут есть детская игровая площадка даже здесь они и догадались разбить по тротуару идти то как-то неудобно слишком узкий а по дороге никто не ездить большим людям большая дорога давайте им крупным планом сниму испанский грунт который надо наверно будет долбать киркой хорошо лучше всего с отбойника чтобы здесь что-то выломать вот такая вот колючка растет на нем и деревья тоже мудряются как-то здесь расти корнями вот здесь небольшой парк культуры и отдыха местного квартала под названием эверест местная кошка испанская нога нет пожаре лазит вот здесь разбили спортивную площадку но глядя по виду за ней давно никто не смотрит и по сути она заброшена вот оригинальное решение литой диск на стену ну шланг можно вешать так все конечно хорошо и здорово но я пришел в тупик местные собаки меня уже услышали обрехали не надо наверх на верест путь к вересту заложен все-таки надо было брать правую дорогу они сразу возвращаясь все собака нашел проход пешеходный право на эверест идем дальше вот лесенка нет еще выше ну что я приближаюсь к своему сегодняшнему эвересту посмотрим теперь на море с высоты чисто испанского квартал вот они мусорный контейнер в испании он как раз выезд вниз и вот так все здесь сортируют по испански и складировать что дорога идет наверх дальше пошлить итак если кто-то из вас после этого видео решится построить дом испании я нашел для ваш свободный участок заселяйтесь застраивайтесь ну вот едет местный паровозик который катает туристов по округе я сэкономил минимум 5 евро и топаю в эту гору пешком хотя мог бы также спокойно доехать и все посмотреть можно было запрыгнуть и поехать зайцем наверное ну тут по русским рамка можно шею это свернуть очень хорошо просто спустившись вниз с этой горочки участок продается вот гора напротив точно так же все на этой горе застроена внизу тоже все уже просто утрамбовано в общем канализации здесь горы работает просто отлично даже иногда очень быстро сливаясь тем кто живет внизу идешь себе идешь и находишь земляков баден вёртенберг корс рой но видимо что товарищ переехал в корс рой из эрфурта так что немцы везде вот это вероятно местные очистные сооружения но не пойму почему они находятся почти на самой вершине горы они внизу где должны по идее были бы быть идем выше опять же прорубленные скалы какое надо оборудование что все это выломать это какие надо фундаменты построить дороги сюда наверх подвести всю инфраструктуру я просто прикидываю как дорого это было вот такими вот наполнен прессованными валяется куча мешков с мусором не донесли еще до контейнера который мы видели минут пять раньше я поднялся на самую машину еще одним ярусом мыши это вся панорама санта сезона как на ладони местная собака нас приветствует опять ну скучно кто-то пройдет задний русский турист хоть один да на кого-то будет ну вот я теперь поднялся даже на гималайи закоулок хималая ищем дальше так ну что по серпантину еще поднялся чуть-чуть вот реальный спуск посмотрите под каким наклоном стоят машины и разворачиваюсь это моя дорожка наверх вот испанцам повезло что у них нету зимой снега и льда а так бы они здесь не знаю как с горочки на санках катались бы вот я уже приближаюсь к своей цели вот этой вилле на самой вершине зашел постоять чуть в теньке с утра в принципе не совсем с утра время тоже полдвенадцатого нас уже 28 градусов по такой жаре подниматься наверх крайне неудобно ну вот этот вот блик на панораму сверху я думаю что он это того стоил подняться посмотреть как живут самый испанцы у себя как гавкуют их не собаки послушать я глядеть всю панораму с высоты птичьего полета ну вот новый поворот и гора зовет идем здесь я по моему обнаружил путь где можно с немного срезать дорога наверх вот и так шел я шел наконец-то на гору пришел а тут меня ждет современная достопримечательность вышка сотовой связи вот поставили тут и стоит сидит обратите внимание вот на эти бубины пушечки такие интересные он по вершине вообще вся 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 увешана всем на свете это наверное для телевизионного приема под кабельное телевидение и все он на следующей горе стоит следующее и дальше вдали на следующей горе видно электросеть бегала ящерка испанская бежала бежал и убежала быстро какая-то ну вот есть прикол граффити обрисованная какая-то электробудка закрыты вместо башни обзора можно и так полюбоваться окружающий нас настоящей испании так все вниз на пляж но сначала на обед обнаружил местный карга культ подражание древности вот такой герб на ящик приделанно почтовый ракушечка такая две волны светильничек в таком же стиле живут не знает где и для чего посмотрим еще раз сверху вниз прикиньте как вот это надо было застраивать какой придурок будет строить дом на горе это ведь гораздо дороже чем обычная постройка на ровной местности но на ровной местности вдоль побережья стоят отели земля под ними не то что на золото наверное дороже платина может быть и на алмазы потянет на сами испанцы забираются вот на эти горки он там вдали их не жилые кварталы явно и живут здесь ну что у кого то есть желание переехать жить в испании ну все я спускаюсь с горы назад вниз это будет гораздо быстрее чем подъем сюда наверх небольшие испанские горы и побережье санта сезона поделитесь этим видео с близким человеком на это все жми колокольчик чтобы не пропустить новое видео пишите комментарии и читайте комментарии там иногда умные люди пишут умные вещи всем добра